Ну что ж, друзья, здравствуйте! Надеюсь, у вас за окном сейчас Рождество, кругом выпал белый снег, под ногами хрустит мороз, и вы находитесь в Латвии. Хочу вам показать уникальное место, где можно отправить письмо Деду Морозу. Это так называемая резиденция, неформальная, конечно, Деда Мороза в Латвии. Каждый маленький ребенок хочет попасть в маленькую сказку именно на Рождество и Новый Год. И я вас приглашаю в эту сказку с вашей семьей. Моя задача и цель – смотивировать вас на это замечательное путешествие, показать вам все прелести и показать вам тот РВТ, который ранее вы никогда не видели. Итак, Латвия, резиденция Деда Мороза, то место, куда можно детям отвезти письмо Деду Морозу. Итак, друзья, Терветы, если вы в Латвии, то в Терветы, конечно же, вы были много раз. Если вы гости Латвии, то обязательно посетите это место. Это место, как правило, для семейных путешествий с уникальными локациями, рассчитанное исключительно на детские эмоции. Огромная парковка, которая может разместить несколько тысяч автомобилей. В Латвии выпал 30-сантиметровый снег, 20-ти градусные морозы. И это только прибавляет нам настроение. Долго нам не доводилось видеть таких прекрасных зим, а теперь это все, да еще под Рождество и Новый Год, чего можно лучше желать. Аж уезжать никуда не хочется. Латвию называют маленькой Швейцарией. Ну, потому что Латвия вообще маленькая и далеко не Швейцария. А здесь гораздо позитивнее и комфортнее. Движемся по мостику. Мостик в китайском стиле. Переходим в огромный овраг, внутри которого ездят машины. И попадаем прямо в ход. Уникальность этой поездки в том, что ехать надо не с утра, а к вечеру. Мы выехали в 3 часа 20 минут, и вот в 4 часа, под самое закрытие парка, мы приехали. Сейчас увидите, с какой целью. Приобретаем семейный билет, стоимость семейного билета 15 евро. И движемся. Из позитива. Несмотря на ковидные настроения, народу немноголюдно. Как видите, народ практически отсутствует. Из плюсов, если вы замерзли, смотрите, какая прелесть курсирует по всему парку. Одна поездка 1,5 евро. Одна остановка на таком паровозике. Прихватили с собой карту 3+. Для многодетных семей действует скидка 50%. Это тоже позитивно. И так еще не смеркает. Мы темнеет зимой рано, в 4 часа. А мы практически под занавесы приехали. Поэтому мы еще успеваем зайти в поселок гномиков по светлу. Здесь, разумеется, все готово для дневных посещений. Везде стоят специальные такие мангалы для того, чтобы разжигать костры. Чтобы люди могли погреться. Абсолютно все подсвечено. Но наша идея была приехать именно ночью. Мы здесь были сотню раз, как все латвийцы. И хотели абсолютно новых ощущений от этого места. Мы ищем ощущения сказки для наших детей. Самому маленькому из нас 5 лет. И, в принципе, под него все и ориентировано. Застали мы вот этот мангальчик, в котором уже дымились уголечки от предыдущей семьи. Взяли письмо Деду Морозу и ищем его. Саня и мешок с подарками лежит. А сам Дед Мороз подозрительно отсутствовал. Это урна для того, чтобы бросить письмо Деду Морозу. Никушка это делает. И мы немного замерзли. Потому что, на самом деле, под минус 20 проезжает волшебный, конечно же, волшебный паровозик. Смотрите, какая прелесть. Ты просто смотришь на него, и он делает твой уикенд, делает твое настроение. Ну, разве не прелесть? Если он немноголюден, а мы ночью приехали, то в этом паровозике вы будете одни. Это гарантированно. Ну, или почти одни. Это дополнительный романтик. Мы также видели здесь молодые парочки. Так что парням на заметку, если хотите удивить свою будущую вторую половинку, обязательно введите их сюда на ночные прогулки. Именно в это время. Итак, паровозик мы провожаем. Вот так называемая резиденция Деда Мороза. Это его сани. Но пока Деда Мороза не дома, мы можем его подождать. А чтобы мы не замерзли, тут есть немножко дров. И мы растопили этот мангальчик. Заодно, предусмотрительно, мы прихватили с собой сосисочек. И теплого чая. Греемся. Жарим сосиски. И ждем Деда Мороза. Спешит нам некуда. Мы приехали отдыхать и наслаждаться рождественской Латвии. И хотим ее всю. Находясь здесь, я не знаю, ты взрослый человек, погружаешься в состояние маленького ребенка. И будешь сопереживать все эти события заново. Ждать Деда Мороза. Ждать своего новогоднего подарка. В предвкушении. Отличного праздника. Шикарного салюта. Оливье. Шампанского. Стола. Друзей. Но это все будет позже. А сейчас оцените, насколько здесь круто. Оцените, что здесь вы будете практически наедине с этим таинственным праздником. Уникальные локации. И вашей семьей. Это посещение запомнится вам надолго. Я гарантирую вам. Настолько шикарное и позитивное место. По-моему, здесь каждый уголочек дышит любовью. Практически львиная доля всех латвийских сказок была написана здесь Анной Бригадире. Она была влюблена в это место и писала свою поэзию именно здесь. Это только добавляет романтики этому месту. Место намоленное. Об этом месте дурного слова никто никогда не скажет. Здесь может стручиться все. Здесь могут выйти животные прямо навстречу тебе, которые будут дружелюбны. Здесь можно встретить сказку. Или ее самому создать, как сделали мы. Ну, насколько это просто проехать один час из Риги. Сесть у костра и реально ждать Деда Мороза. Но он все не приходил. Мы внимательно усматривались в окна. Видели, что там действительно кипит жизнь. Что дед, конечно же, готовится. Делает подарки вместе с гномиками. Но подозрительная тишина. Никого не было. Только одинокий проезжающий паровозик. Нам стало интересно, куда же он постоянно уезжает. Почему не остается у нас, а как будто бы манит нас в какое-то маленькое путешествие. С одной стороны, не хотелось нам бросать наши сосиски и уходить далеко в мороз от огня. А с другой стороны, куда же он постоянно ездит. Мы увидели там одну семью, примерно нашим составом. И решили отправиться вслед за паровозиком. Благо, все, что мы видели, было подсвечено, очень комфортно убрано. И даже дети совершенно не успугались ходить одни ночью по лесу. А там около сотни построек. И смотреть на эти домики совсем не то же самое, что смотреть на них летом, либо днем. И так мы погружаемся в очередной поселок, где как будто бы кипит жизнь. Ведь должно здесь жить не меньше сотни домиков. Мы спокойненько спустились. Но тут гробовая тишина. Ну, может быть, это даже хорошо, ощутить себя в сказке, в которой есть только вы одни. Представляете, вы попали в сказочный городок, в котором живут гномики. Здесь наряженная елка. Понятно, что все готовятся к празднику. Но когда мы пришли, почему-то все разбежались. Гномики – это сказочные существа, как и Дед Мороз. И они приходят в свое время. И, видимо, еще было не то время. А мы просто немножко поторопили события. До Рождества и Нового года ведь еще есть время. И мы очень долго гуляли по этому поселку. Внимательно всматривались в окна. Мы видели очень много следов маленьких ножек. Что свидетельствовало о том, что здесь действительно много гномиков. Но они каждый раз подозрительно ускользали. Но мы еще больше замерзли, потому что мы отошли от огня. И слишком долго, на минус 20 ночью, не погуляешь. Но сказать, чтобы мы пожалели об этом – нет. Это настолько сказочно, настолько интересно, что наша семья рекомендует вам посетить это место именно ночью, именно под Рождество. Я думаю, что мы сюда вернемся еще раз. Возьмем еще большее количество друзей, больше теплых вещей, чая, сосисок. И продолжим гулять по ночной Тервиде. Так уж оно нам запало в душу, что хочется вернуться сюда еще раз. Интересно, какие эмоции у ваших маленьких детей, если они смотрят это видео? Поддерживают ли они эту идею? Отправить письмо Деду Морозу лично? Ну, если, как в нашем случае, вы не застанете его дома, то можно будет ему передать письмо в почтовом ящике. Но мы, поскольку уже основательно замерзли, отправляемся к нашей машине и идем в полной темноте, казалось бы. Но заметьте, как интересно подсвечены все улицы, дорожки и тропинки. Это необычно – гулять по такому огромному природному парку одному. Но насколько это красиво в это время суток, вы только посмотрите. Это совсем не то, что в городе, когда большие толпы народу, какой-то там экшен, а здесь вы действительно гуляете и наслаждаетесь этой локацией среди своих близких друзей, знакомых, семьи. И вам никто не мешает созерцать природу и истинную красоту Латвии. Вот такое вот путешествие выходного дня мы вам рекомендуем. Согласитесь, не так много маршрутов в это сложное время. И этот маршрут, он точно запомнится вам надолго. Когда вы в предновогоднем настроении, в предвкушении каких-то действий, которые обычно происходят на Новый год, то эти дни вы долго помните. А если вы посетите это место со своими детьми, это будет та необходимая сказка в это сложное время. Поэтому, мне кажется, стоит сюда приехать, а потом откомментироваться, действительно ли это то самое отличное место, самое подходящее для Нового года. На сегодня все. С вами был Владимир. И по традиции реклама самой позитивной страны Евросоюза, Латвии. Оглоновская базилика, Пилосрундлский замок, наша кухня, наш напиток, наша гордость, лучшая строительная компания Латвии, Бригада 1. Всех благ ваших семей и до следующих путешествий с Владимиром Волошиным. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok